Дорогие друзья, уважаемые братья и сёстры, мы продолжаем цикл уроков о Тасауфе. Мы говорили, что деяния людей, которые совершают их ради чего-либо, ради получения вознаграждения, к примеру, что они подобны людям, которые поклоняются идолам. Почему? Потому что, образно говоря, человек поставил перед собой какое-то извояние, которое называется вознаграждение. И ради этого вознаграждения он это делает, а не ради Всевышнего. И поэтому, как сказано было в книге «Далахах и Анвар» хорошие деяния благочестивых людей являются плохими деяниями, приближенных к Аллаху людей. Следующий момент, который мы должны знать, тот человек, который вступил на путь познания Аллаха, на путь Тасауфа, делает, например, зикр. Читает какой-то определенный зикр, тренирует свой навс, делает все для своего духовного продвижения. Но он это делает самостоятельно. Когда самостоятельный человек это делает без духовного наставника, он в некоторых моментах, даже можно сказать, всегда не обращает внимания на тонкости рьяа, на тонкости показухи. Показуха, она до того скрытная, до того незаметная. Пример муравья, черного муравья, который идет в темную ночь по темному камню. До такой степени рья является незаметным для человека. И из-за этого человек в большинстве случаев попадает в погибель. Имеется в виду, в духовную погибель попадает человек, и у него продвижения на пути совершенствования, на пути духовного роста у него не бывает. И также мы должны знать, что для каждого уровня людей есть свой уровень ЗИКРа. И по этим ступенькам надо подниматься постепенно. Вот, к примеру, если программу 7-8 класса, если преподавать первокласснику, то он ничего не поймет. И у него бесполезно пройдет этот год тоже. Подобно этому человек, когда без духовного наставника самостоятельно выбирает для себя какой-то ЗИКР, который не является его уровнем, начинает это делать, то у него продвижения не бывает. Также пример ступенек. Например, лестница. Если человек, не наступая на первую ступенку, на вторую, на третью, не будет залезать, а сразу попытается прыгнуть на десятую ступенку, то он упадет и что-то себе сломает. Вот такое же правило существует и в духовном продвижении человека. Для каждого уровня есть свой ЗИКР. И, конечно же, только духовный наставник может подсказать Мюриду, какой у него уровень и какой ЗИКР ему давать. А если же человек перепрыгнет, то есть со своего уровня перейдет на другой уровень, то он приостановится и прекратит свое продвижение. В хадите пророка Али-Исатусам сказано, что шайтан ходит по кровеносным сосудам человека. Это означает, что до такой степени большие возможности имеет шайтан, чтобы научить человеку то, что он хочет. Шайтан очень сильно старается человека заблудить этими самыми наушениями. И нафс человека, который повелевает плохим, помогает шайтану в этом. И после этого, после этих наушений шайтана и после помощи нафса в этом, шайтан нам показывает все плохое в красивом свете. И мы это совершаем. А все хорошее показывает в плохом свете, и мы от этого отдаляемся. То есть этого мы не делаем. То есть хорошее оставляем, думая, что это плохое, а плохое делаем, думая, что это хорошее. Ну, это все, естественно, из-за васфасов, из-за наушений шайтана происходит. И вот тогда-то человек остается без духовного совершенства и не продвигается абсолютно на пути приближения ко Всевышнему и на пути познания Аллаха. И шайтан его ведет по своему пути, по которому он захочет. И бывает, шайтан бывает для человека его духовным наставником. Ну, в кавычках, естественно. Он распоряжается им, как захочет. Что хочет, тем делает. И вот даже сказано, что он садится на него, подобно тому, как садятся на осла и погоняют его. До такой степени шайтан может управлять человеком и манипулировать им. Сказано, что вот тренировка самого воспитания человеком, самого себя в духовном плане, без шейха, без духовного наставника, не даст ему ничего, кроме наушений шайтана. В книге «Аль-Фаджруль-Мунир» сказано, дорогие братья и сестры, все книги и все авторы, которые здесь упоминаются, мы не будем приводить их биографию, не будем говорить, что эти книги откуда и так далее, потому что мы доверяем авторитету автора этой книги, Хасана Хильма Афану Кудесиру, поэтому не будем зацикливаться на этом, тем более, что урок будет слишком длинным. Итак, в книге «Аль-Фаджруль-Мунир» сказано, Ахмад Арифаи, ради Аллаху, говорил, тот человек, который будет продвигаться по пути познания Аллаха самостоятельно, он при первом же шаге заблудится. Первый же шаг этого человека будет заблуждением. До такой степени. В книге «Ихья» сказано, Мы все знаем великого карифея наук имама Газали, в книге «Ихья» сказано, Также мурид, это тот человек, который хочет познать Аллаха, он нуждается в шейхе и устазе, за которым он должен непременно следовать. Для того, чтобы этот шейх и устаз показал ему правильный путь. Потому что пути нашей религии, они непонятны. То есть очень много путей есть, и многие из этих путей непонятны для человека. Если духовное наставание не покажет человеку, вот этот путь правильный, тот человек заблудится. Мы знаем, сколько течений есть в это время. Мы знаем, сколько разных у людей есть разногласий касаемо вопросов религии. И если человек будет самостоятельно разбираться в этом, то он не разберется никогда. А пути шайтана, они явные. То есть путей шайтана очень много, и человек на поводу у шайтана пойдет по любому из путей. И тот человек, у которого не будет духовного наставника, это имам Газали слова цитируем мы до сих пор, тот человек, у которого не будет шейха, духовного наставника, который будет его наставлять, то шайтан его наставит на свои пути. И пример приводит имам Газали, рахима Аллах, человек, который идет по степи, по опасной степи, где есть хищные звери и так далее, без телохранителя, то он подвергает самого себя погибели. Также то, что сказано, что человек, у которого нет шейха, его шейхом, его духовным наставником будет шайтан, вот эти слова, которые находим в книгах, это является истиной, которую утверждают во многих книгах Тасауфа. Такие книги, как Рисалят имама Кушайри, такие, как Итхав, которые являются комментарием книги Ихьяу Улюмуддин. В этих книгах сказано четко и ясно, что духовным наставником для человека, у которого нет духовного наставника, такого, какой должен быть, для него наставником является шейтан. Это истина, утверденная в книгах, во многих книгах Тасауфа. Теперь, дорогие братья и сестры, какова же причина того, что деяния сгорают у человека, у которого нет духовного наставника? Какова причина? Это то, что он в основном не может себя очистить от того, что влияет на его деяния и портит их. Но это та же самая показуха, это самодовольство, это еще какие-то такие болезни. Эти все болезни, которые портят наши деяния, они являются путями шейтана. То деяние человека, в котором у него не было ихляса, искренности, то есть то деяние, которое человек совершил не ради Аллаха, а ради чего-либо другого, ради какой-либо другой цели, такое деяние не будет считаться хорошим, за которое человек получил бы вознаграждение. То есть человек лишается вознаграждением из-за этого. Мы знаем, что вот вступление в Тарикат, то есть вступление на путь Тасауфа и продвижение в этом пути не бывает кроме как посредством Зикра, посредством Зикра и кроме как повторением этого Зикра постоянно. Автор книги Римаху Хизбир Рахим говорит, что Зикр, который на самом деле принимается, то есть учитывается, Зикр, который учитывается возле людей, которые приближены к Алсивушному Аллаху, то есть у Аулия, Алсивушного Аллаха, какой они Зикр считают Зикром? Они говорят «Аль-Ляди-Якуна бель-Фатха», то есть Зикр, посредством которого у человека бывает духовный рост. И он посредством этого Зикра может дойти до высокого уровня, уровня, в котором он приближается ко Всевышнему Аллаху и познает Всевышнего Аллаха. Они говорят, это тот Зикр, который Мурид взял посредством разрешения и посредством Талкина. Талкин — это обучение, посредством обучения духовного наставника, который он получил. И шейх какой должен быть? Шейх должен быть являющийся наследником пророка, алейхи саляту асалям, истинным наследником пророка, который дошел до высокого уровня познания Аллаха и который является духовным наставником. Вот только у такого шейха полученный Зикр может человека продвинуть и довести его до познания Всевышнего Аллаха. И также этот шейх должен быть таким, чтобы он был по цепочке связан с пророком саляту алейхи салям. То есть это называется сельсиля, эта цепочка, например, тот человек, которому пророк алейхи саляту асалям передал вот эти учения Тасауфа, он должен передать другому, другому, другому по цепочке. И вот тот шейх, от которого Мурид получает Зикр, должен быть связан по этой цепочке с пророком алейхи саляту асалям. А тот Зикр, который человек сам для себя обозначает, к примеру, я говорю, я для себя в качестве верда беру чтение джуза Корана, ежедневно, такое-то время. Или другой Зикр, например, я беру на себя Зикр ла-иляха-илля-ллах, что я буду его произносить по 300-500 раз в день в такое-то время. Такой Зикр не принесет человеку пользы, который принес бы Зикр, взятый от духовного наставника, от истинного духовного наставника, от шейха-тариката. Также говорит автор книги Римахизбиррахим, ты знаешь, что Зикр взятый от кого-либо помимо шейха, либо от шейха, который не достиг уровня, в котором ему разрешается наставлять людей. То есть, этот шейх, получается, не арив, то есть, не познавший Аллаха. Зикр взятый от такого человека. Этот Зикр, посредством этого Зикра, погибель человека, она более вероятна, чем его наставление или его продвижение в духовном плане. Посмотрите, насколько важно, чтобы человек, у которого мы берем верд, человек, который нас обучает пути Тасауфа, должен быть истинным человеком. Если он истинным не будет, связанным с пророком по цепочке, то влияние не будет этого Зикра на нас, как тот Зикр, который мы взяли у истинного духовного наставника. Также, шейх Ахмад Ахмад уноль-мубарак говорит, я слышал, как мой духовный наставник Абдуль Азиз говорил, он рассказывал о людях, которые поминают имена Всевышнего Аллаха в качестве вердов. Обратите внимание, дорогие друзья, братья и сестры вот зачастую бывает так что человек находит где-то в книгах или ему пересылают там сообщениях и так далее какой-то дуа который в котором очень много имен священного аллаха и вместе с этим да бывает вознаграждение огромное написано что он такой такой это вознаграждение получает за это и человек увидел это вознаграждение начинает читать этот дуа постоянно теперь посмотрите что может произойти с таким человеком который для себя в качестве вирда возьмет такой языка в котором есть имена всевышнего аллаха и так он говорит если эти имена всевышнего аллаха взяты от истинного духовного наставника то они ему не навредят то есть чтение имен всевышнего аллаха ему не навредит а если же они взяли эти имена всевышнего аллаха в качестве вирда от человека который не достиг определенного уровня то они имена всевышнего аллаха ему могут навредить не спешите удивляться этому далее они объясняют почему так происходит причина этого абдул-азиз говорит далее у имен всевышнего аллаха есть свой нур свой свет из нура всевышнего аллаха и когда человек хочет упомянуть имя всевышнего аллаха без этого нура который должен присутствовать вместе с этим именем то он не может себя оградить от шайтана то есть шайтан присутствует рядом с ним и человек который произносит имем всевышнего Аллаха без этого нура может себе навредить этим самым то есть сайтан может ему навредить а шэль когда он является арифом то есть позавчим всевышнего аллаха он находится постоянно в поминании всевышнего аллаха то есть он ни на миг не забывает о всевичнем и хочет дать своему Муриду, своему ученику, хочет дать одно из имен Всевышнего Аллаха в качестве Вирда. Он ему это имя дает вместе с Нуром, вместе со светом, которое должно присутствовать там с этим именем. И вот этот Нур уже ограждает человека от козни шайтана. Мурид упоминает это имя вместе с Нуром, и ему не вредит упоминание имени Всевышнего Аллаха. И затем, какую же пользу человек получает, Мурид получает после произносения имен Всевышнего. То есть, если их ему дал духовный наставник, истинный шейх, это будет зависеть от намерения шейха. Шейх Абдул-Азиз говорит, если шейх дал Муриду какое-то имя из имен Всевышнего Аллаха с намерением, чтобы он получил что-то мирское, то он его получит. Если шейх ему дает это имя из имен Всевышнего Аллаха с намерением, чтобы он получил хороший Ахират, то есть удостоился рая в Ахирате, то он его получит. То есть, с каким намерением шейх обучил Муриду имени из имен Всевышнего Аллаха, то именно вот это произойдет с ним. А если тот шейх, который обучает вот этим именам Всевышнего своего Муриду, если он будет сам огражденным, то есть махджубан, имеется в виду человеком, который не достиг определенного уровня, которым он должен быть, он дает это имя просто без Нура. То есть чисто имя дает без Нура, который должен находиться рядом с этим именем. И, естественно, там не бывает преграды от шайтана, и шайтан может Муриду навредить. То есть он может привести его к духовной погибели, может привести Мурида. Также Хасан Хильмин Афанди Кудесиррух говорит, мой шейх, то есть Абдурахман Хаджи Аль-Асави Кудесиррух говорил, Мурид обязан, Мурид обязан постоянствовать на зикрах, выполняя все, что есть в Коране и в хадисах, из деяний, которые возложены на человека. То есть это намаз, это пост, хадж, выплата заката, там другие все деяния. Все эти деяния должны происходить вместе с зикром. А какой зикр он имел в виду? О каком зикре идет речь? Это тот зикр, который Мурид получил после талкина шейха, после обучения шейха этому зикру. Вот именно с таким зикром должны происходить все ибадаты, все богослужения человека. А тот зикр, который человек сам для себя определил, обозначил, такой зикр ему не принесет пользы на пути познания Аллаха. Да, дорогие братья и сестры, смотрите, вот мы, конечно же, не говорим, что зикр, например, «ля илляха илля Аллах», который мне обучил шейх, что от него практически не будет для человека пользы. Мы так не говорим. Мы говорим о том зикре, который будет влиять на наше духовное продвижение, на пути тасауфа, на пути приближения ко Всевышнему Аллаху, на пути познания Аллаха. Вот об этом зикре мы говорим. И постоянство именно на таком зикре, которому человек обучил шейх, духовный наставник, он посредством этого зикра, постоянство на этом зикре человек достигает асир раббани, написано здесь, то есть это тайна Всевышнего Аллаха, достигает вот этих тайн Всевышнего Аллаха, и посредством этих тайн человек достигает до самого высокого очищения, до самого высокого очищения, которое является целью для каждого человека. То есть наша цель на самом деле очистить самих себя изнутри, так, чтобы мы приблизились ко Всевышнему Аллаху. Вот это наша цель должна быть, следуя за духовным наставником во всех делах. Вот именно целью является то, чтобы мы очистились и приблизились ко Всевышнему Аллаху. Вот этого мы достигнем только постоянствуя на тех зикрах, на тех вирдах, как мы говорим, которые мы получили от истинных духовных наставников. Итак, на этом мы сегодня урок завершим. Дорогие братья и сестры, дай Аллах нам правильного понимания и дай Аллах нам духовного роста. ВальхамдулЛЛАхи Роббал Алимин. ВальхамдулЛЛАхи Роббал Алимин.